Здравствуйте, меня зовут Книна и сегодня мы приготовим творожно-ризовую запеканку. У меня муж увлекается спортом и здоровым питанием, и вот этот рецепт ему пришел от его тренера. Посмотрим, насколько удачным и вкусным он окажется. Для этого рецепта нам понадобится 100 грамм сырого риса, 2 яйца, 1 столовая ложка сахара, ваниль, 400 грамм творога, 50 грамм сливочного масла, разрыхлитель, корицу и сухофрукты. В обезжиренный творог я добавляю 2 яйца, сахар и разрыхлитель, туда же ваниль, и мы должны это перебить все блендером. Рис я предварительно отварила, вы должны взять 100 грамм риса, в 2 стаканах воды отварить до полуготовности. Отваренный рис вы можете просто всыпать и перемешать ложкой, но мне же хотелось его еще раз дробить, поэтому я его всыпала и пару раз пробила блендером. А теперь мы всыпаем жменьку сухофруктов. У меня была сушеная клюква, но, наверное, очень вкусно было бы с черносливом и фиником и курагой. Добавила ваниль и корицу для усиления вкуса. Сливочное масло я порезала на небольшие кусочки и разложила по дну формы. Также я промазала боковину формы этим же сливочным маслом. Вы можете заменить, если хотите, на какое-то обезжиренное масло или на растительное. Можно кокосовым маслом. Выкладываем смесь нашей запеканки в форму и разравниваем. И отправляем в духовку на 25 минут 180 градусов. А вы знаете, запеканка удалась. Получилась очень ароматная и очень мягкая и приятная по консистенции. Вкусно! Всем рекомендую! Сегодня я бы хотела вам рассказать, как иногда работает наше злое начало, наш ЕЦЕРАРА. Если вдруг посреди ваших дел и забот в течение дня вас начинают посещать мысли, что вот он я, грешный такой, вот я мало уделяю время духовному, до праведников и учёных раввинов мне так далеко, эти мысли вас никак не продвинут в движении вашем в духовности и к Богу. Они лишь демотивируют, вгоняют вас в депрессию, и у вас опускаются руки, впадаете в грусть, и даже то, чем вы занимались, уже не так хорошо получается у вас. Так вот, это злое начало. Так оно работает. Вгоняет вас в депрессию, которая вас тормозит. И эти мысли нужно отгонять и продолжать ваш день, как обычно. Для духовной же работы, для осмысления своей сущности и своих ошибок, у нас есть определённое время. Есть такие месяцы в году и дни, как, например, Элул, как Йом-Кипур, день вашего рождения, траурные даты в календаре. В обыкновенные же дни обычно выделяют для такой оценки время себе перед сном. В такие моменты нужно погрузиться в себя и найти точки для вашего роста, и с радостью идти вперёд. Нет негатива грусти и депрессии, только с позитивом и только с радостью. Приятного аппетита и шаббат шалом!